Всем добрый вечер, зрителям канала Turkish People. Всем привет, дорогие зрители. Как ваше дело? Я папа Иисуф. Костя, канал Turkish People. Муж мой! А то, папа Иисуф. Муж мой! И канал Turkish People, турецкие люди, это вообще про нашу семью. Все и про семью, и про родственников, и друзей, и вообще, кто случайно попадает в нашу камеру. Тоже вы себя потом видите. Вот у нас вечер, поздний уже вечер. Тишина. Вот спрятались мы на балконе, на нашем. Посидим к чаю, попьем. Без сладостей, не просим. Да, сладости нет, ничего нет. Давно так не сидел с женой и друзья. Такую, у нас, вы знаете, так в прошлый раз, в прошлой неделе даже, так, целой недели. Подростки эти проблемы закончатся, постоянно что-то. Уже начал петхонку, вы знаете, так, уровень, уровень, уровень. Когда маленький ребенку, маленькие проблемы, да, потом. Как раз растет, уровень растет, 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 растет. Ты знаешь, мне даже не хочется об этом говорить. Да, растет, я так понимаю, раньше, которые, как люди жили, как были, которые, когда мама ругался до нас, да, мы древние жили, друзья, древние, древние. Короче, утром ходишь дома, где-то там спать придешь дома. Серьезно, вот так он был древний. И здесь, в общем городе, в таком ситуации нет. Всех, которые одну квартиру ждут. Слава Богу, эта квартира большой. Иногда друг друга не видим квартиру. Серьезно говорю. Всех, севой комнаты есть. Всех, севой занятий есть. Но дети хочут, много чего хочут. Юсов Чек, знаешь, что люди пишут в комментариях? Вот ты постоянно говоришь, прошлое время, как было раньше, что сейчас и век другой, и время другое, и дети совсем другие, и потребности. Я одинаковый. Век может быть другой, люди могут быть другой, я одинаковый. То есть раньше проблемы были даже в ходе того, что поесть, а сейчас проблемы уже другого уровня. А кто что сказал, а кто что подумал, а что вот чисто вот другого проблемы. Я понимаю, но я одинаковый. Я не поменялась, никогда не буду поменять. Вот в таком ситуации. Я так перешел, я так пойду. У меня жизни, короче, я всегда, кажется, себя плохо чувствую, да? И здесь я пойду в Болгарский цирик, друзья. Туда у меня, наверное, вторая половинка есть, наверное. А мы там и познакомились. Да, наверное, я туда пойду, сижу в море, где-то там, где я жил, туда дом. Пойду, посмотрю туда. Там туда друзьям сижу. Между прочим, завтра пойду я туда. Давай, если получится, я с тобой съезжу. Если не получится, привет передавай. Хорошо. Короче, я себя так чувствую. Друзья, сейчас я 17 лет ушел в моей деревне. 17 лет. Уже много-много лет произошло. Я 40 лет. Представляете, это... Сколько страна работала, сколько страна жила, сколько... Сколько раз голодная осталась, сколько раз без дома осталась, сколько раз там плохие народу познакомились, сколько раз... У меня жизни, которая вот так была, всегда вот так. Вот и боится, чтобы дети такого не испытали, соломки подстелить, как у нас говорят, чтобы легче уровень жизни начинался, чтобы уже думали о большем, а не о том, как, что поесть завтра. Антония, есть одно слово, друзья, которое я так сейчас стройком работаю, да, ремонтируем квартиры оттуда-сюда. Иногда, как у меня работает, народ есть. Мы между тобой иногда сидим, поговорим. Они говорят одно слово. Это слово, что значит, вы знаете. Человек ничего не хочет делать. Просто работать, давать тяжелый, будет зарабатывать деньги. Я руку не подсуню никуда. Если вот ты руку не подсунешь никуда, короче, ты зарабатываешь, сегодня можешь, завтра нет. Вот так, да? Я хочу мои дети тоже, пусть в каждом профессии руку. Опять ты хочешь видео снимать, пожалуйста. Опять ты хочешь гулять, и опять ты хочешь что-то. Профессию руку забирать. Все, оставь его. Оставь покой, это... Пусть пауза, пауза, просто так. Все, мы... Я спокойно, я так рассказываю. Пауза, но все под контролем. Дай бог, короче, я никогда не поменяемся. Я сразу предупреждаю. Экзамен издает. В общем, человеку хорошо объяснили, что не будешь учиться, не хочешь работать руками, чтобы работать головой, надо отучиться. После меня, и с чем-то хочет работать, когда я живу, есть мои законы. Либо мне слушать, либо слушать. Другой выход нету. Учиться надо. Всегда закрыть. Учили, пожалуйста, университет хочешь? Папа, тебя держит, вот так крепкий. Куда хочешь? Граница хочешь? У меня граница сколько? Сестра, брата, кузен, сколько? А не хочешь учиться, пойдешь в армию. Один звонок. Один звонок. У тебя перейдет в Францию, Голландию, Германию. Куда хочешь? Один звонок. Приедет, собирает. Учи, только учи. Что хочешь, делаешь. Вот. Не бросай школу. Без образования очень плохо. Вот. Давай. Рамазан. Друзья, сейчас апрел, да, очень много вопросов началось у нас, которые все проблемы, проблемы, уже там шишка голова, которые народ начал спросить, спрашивают, как это выбирать отель, отдыхать можно, и турцы двер открыть или нет, потовка можно купить или нет. Еще спрашивают, потому что нас в Анталию привозили автобусами людей, которые пострадали от землетрясения, остались ли они в отелях, то есть не приедут ли туристы и не будут ли их места заняты. Я сразу говорю, всех пострадавших от Депренджей, всех вывезли автобусами. Уже они нашли свою квартиру, уже так все, отель спокойно, свободно, можно так переехать, отдыхать в Брузию. Как это ажиотаж закончился, никакого проблемы сейчас, очень много народа, да, переехала в Анталию, потом уехал в других городах, и государство каждым поддерживало, по-настоящему поддерживало, каждым еще и давали деньги. Ну ты знаешь, я тебе одну вещь скажу, поддерживали лишь тех, кто имел ТАПУ. А кто был Кераджа? 15 тысяч лир получили, каждый счет. Временно так держит своя квартира. И помочь, если надо, водка. Сказали, Кераджа, знаете, что сказали? Возвращайтесь обратно, где вы жили, и там доказывайте, что вы там. Потому что у кого ТАПУ было, они здесь в Анталии обратились. Уже у них туда миллион штук, Перпаблик дом отвезли, миллион штук. Вагончики. Друзья, я быстро так закругляю, еще в туризме. Можете, которые, ваши бюджеты посмотрите. Мы покупаем туру СТУШ. ЭСЭТУШ. ЭТЭСЭТУШ. ЭТЭСЭТУШ, да. Мы туда покупаем. Еще там Букинг мы покупаем. Нет, Букинг невыгодно теперь. Не выгодно. Нет. Смотрите, короче, ваши бюджеты СТУШ. Вот туда заходите в интернете. Человек спрашивает меня, так, сколько стоит этот отель? Я откуда узнаю? А я вообще сразу смотрю, прям даже открыт отель или не открыт. На гугл-картах. Находишь нужное место, себе пролистываешь, там сразу выбираешься отели, показывает минимальная цена и какой туроператор продает. Одно зритель меня спросил, турцамашин сколько стоит? Какой? Какой? Что за машин? Новая машин сколько стоит? Какой? Вот такой вопрос придет народу. Это там вообще я не поговорю, что... Еще про погоду спрашивают. Говорят, ой, ваша погода нас не радует. Мы купили тур и мы расстраиваемся. Ну, погоду... Вот мы не отвечаем за погоду. Друзья, погода, которая у нас сейчас в Рамазан, после Рамазана будет лучше. А сегодня был дождь, вот сейчас вечер. Какой сильный дождь пошел. Все быстренько закрывают окна. Ой, еще сильнее. Окна закрываем. Не, не вижу. И Супчик говорит, что это град. Стучит. Не, просто стучит. Ты не слушаешь, что вы, Калина? Ну, два, два, да? Вот как все закрываются быстро. Ну, ничего, дождь долго не бывает. Выхожу на другой балкон. Тут уже лужа. Окно было не закрыто до конца. Опа! Оно там просто не закрывается. Ну, закрывается, надо подтянуть просто подальше. Ну, в общем, лужа. Высохнет. Здесь закрыто. Все нормально. Такие дела у нас. Такой сильный пошел дождь. У нас Анталия. Март, апрел. Время дождь, друзья. Будет очень-очень сильный дождь. Города мало. Область-то огромный дождь. Гроза, но это не идет целый день. Вот тут, ну, немножко совсем. Да. Есть, так, область-то очень сильно, очень сильно дождь есть. Сейчас так города нет, да? Позвонить Сергей Баскин. Сейчас холодный дождь. Я знаю. А у нас тогда вот дождь был, а в Кемере не было, в Каше не было, солнце было. Вот я вот к Кире в гости ездила, они приехали, загорали в этот день. Представляешь? Да. А у нас дождь шел. Дождь есть. Пусть будет. Летен что будет? Вода надо. Это точно. Туризм и друзья, спокойно можно приехать, отдыхать. Люди так еще спрашивают, где можно купить с ла землеодежда летим. Друзья, терковый центр в Ретли, который найти землеодежда летим найти. Через интернет, смотрите вот так, вы имеете право, короче, отель, адресы, которые можно заказать, через интернет купить, что-то в Турции. Вы недели, да, в Чечении 2-3 дня отели привезет, которые карго, вот там будете забирать, прямо отеля не привезут. Да, но это нужно постоянно на сайте отслеживать, там показывает, где находится ваша посылка, как она есть, и в этот день ждать ее на ресепшен, потому что телефон вы отеля укажете ресепшена. Или вот, ну, в крупных отелях люди не рискуют, это в маленьких отелях заказать. Короче, купите турецкий съемь карго, 800 лир стоит. 50 бакс. Короче, купите 40 бакс тоже, 40 долларов. Купите сим-карт, положите в вашу телефон, заказывайте, что вам надо, интернет. Вот перевезет, который на улицу, такой обувь, деньги не давайте, такой маленький магазин, люди так, сколько купили. Трендс, марка берите, друзья, марка, такой хороший берите, обувь очень важна, очень-очень важно. Люди так простую обувь покупают, потом ногти начинают проблемы, подмога проблемы. Не надо вот такому плохую обувь отдавать от огромной деньги. Я так видел, несколько раз. Малофанталии, которые, туда бывает, земля одежда, летим даже, туда есть кожа на магазин, но у них цена, сумма женщина, да. Но у них ценников нет, то есть можно торговать. Да, огромная сумма. У меня, короче, есть такой план, один магазин, пойду кожаную, буду снимать видео на вас. Потому что, даже на базаре кожу продают, но они постоянно с базара на базар таскают это, и солнце, и дождь, и холод, и, как говорится. Это у меня так в большом вопросе, кожа, хорошая кожа, где можно купить езот? Я тоже конкретно не знаю, в Оске, был один такой дешевле, хороший магазин, который Истамбул перевели каждый месяц один раз, они, которые дешевле продали, радужком, которые дороже, радужком, вообще ничего не продал, погорили его туда, пожар был. Кожа, когда покупаешь, друзья, прям витрин, не берите, стекло, против которой стоит, туда манкен, сверху забирают, вам отбивают, это не берите, это уже сколько, сколько сезона стоит туда, вы знаете, солнце, сколько раз увидел, это порвется, но турецкая кожа хорошая, если у вас возможности, есть, идите, Истамбул, друзья, кожа там покупите, Истамбул, который, Капалычаржи, самым, самым верх, там кожа, магазин, из-за близких, лалили, вот туда, можно покупать, у тебя купили туда, да? До сих пор живой у меня, да, красный, красный плащ, я ее еще и здесь покупил, короче, один дюблонг, и один кожанок, такой куртку был, ну, пальто красивое, да, но это пальто было из очень тоненькой кожи, прямо, вот, как сказать, ягненка, именно не просто, а искали кожа ягненка, и она у меня несколько лет не носила тогда, я не могла, не влазила в нее, а потом она одела, и она мне прям не рвалась, разошлась, это витрин был, я его покупил, сто баксов, но очень было красиво, очень красиво было, витрин ждал, сколько времени, и дюблонг был у тебя, это тоже, а дюблонг это хорошая, да, долго носила, где она? там осталась, ну а зачем она мне здесь, там везде, и теплые куртки, ничего не мне не нужно, дюблонг тоже, одно и то же магазин покупил, тогда себе джакет купил, еще мне живые, стоит машина, немножко такую, аккуратно, да, прям, вот, друзья, ваш кожаный магазин сейчас снимаю, нет, 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 такой, я сначала пойду, как это, клиентам, посмотрю туда-сюда, потом разрешение, спрашиваю человек, если понравится мне, если разрешение не дают, ну и в кемере так магазин один показывали, вот был аскент, у меня человек, который не разрешал видео снимать, два магазина, каждый два закрыл, закрыл, вот, но его очень хорошо было, но сцена была очень дорога, ну поэтому и закрылся, люди тоже сейчас денег нет приезжают, очень жалуются, знаешь, говорят, что от 400 тысяч рублей, уже, чтобы в Турцию приехать, в СИЗО, ну нормальный отель, сколько? 400 тысяч, и 600 тысяч, это вообще полмиллиона, отвали, чтобы отдохнуть, короче, где-то 75 тысяч лир, да, а ты посмотри, даже у нас отели есть, вот в прошлом году, куда мы ездили в отель, на день рождения Андрея, 3000 долларов хотят, три ночи вот этого, в Бодруме, ого, да, 3000 долларов, лучше поедем в деревню, нет, никуда не поедем, термал отель поедем лучше, вот, термал отель даже не смотрели, ну просто я к тому, что тебе говорю, что цены очень сильно выросли, и удивительно, что они выросли в долларах, вот этот отель, которым мы сейчас зимой были, где сейчас реконструкцию-то делали, Титаник, они 112 тысяч лир хотят, не, обычный, да, вот это Лара, я тебе говорю, они название поменяли, отзывы теперь у них новые будут, а что название, ну, Деликус Лара стал, в общем, цены, даже вот здесь, вы думаете, что нам идёт очень дёшево, что нам перелётов нет ничего, дорого, вот реально просто, ладно, отели обсудили, в ближайшее время мы никуда не едем, у нас ничего не куплено, хотя у нас есть мероприятие, у нас у Ани день рождения, очень-очень скоро, 1 мая, она сказала, что она хочет в подарок, друзья, телефон буду купить, её, сейчас, если, три дня отеля, сами минимальные, надо быть, двадцать тысяч лера платить, минимально, за двадцать тысяч даже в Альвадону не съездишь, да, тридцать семь там хотят, вот, самое минимальное говорю, двадцать тысяч, лучше купи, ребенку, руку, телефон, вот, ещё, Иса, скоро будет, телефон будет просить, лучше отеля, который, телефон, ползаворщик, она и просит телефон, вот мы и решили купить ей телефон, она тоже начала видеть с ним, это ты видел? Шорты, морды, так и вижу, а они сегодня с девочкой, у него подружки есть, они там песни пели, они просто, но они балуются, это не означает, что они блогеры, что они мечтают этим работать, просто им весело, вот это вместе, ну, по крайней мере, что-то, какое-то занятие у них было, сегодня, девушки там шорты поставляют туда, так я видел, сегодня там случайно видел, я не знал это они, потом я видел одно видео, они из туда, ого, я спрашиваю её, что, ты тоже? Она говорит, ты не знал? Я сказал, нет, самая последняя, ты попался больше. она и не просит, даже нас не просит подписаться, они просто балуются, это, а это чисто, просто игра, вот такая, нет, она уроками занимается, отвечаю на ваши комментарии, всё нормально. Буря, она хорошая осталась, которая начала, после пандемии, один год, где-то вот так, ни туда, ни сюда был, а сейчас она, конечно, так начал хорошо, в этом году даже, благодаря бумагу получил, это так, зеленая. Она хорошистка, мы не говорим, она не отличница, ничего, потому что, в процессе изучения тренировки, это замечательная, серьезно тебе говорю, сколько там, настоящая, турецкая семья, сколько человек, тишек кур получил, сколько получил? тактиры были, у неё в классе, были. Тактир был, и сколько детей есть, у них класса, сколько человек, тишек кур получил? Ну, они там фотографировали, Аня получила. Больше 30 человек в классе. Аня получила. Молодец. Так узнает. Иса скоро будет. Толчок у нее был, когда мы на курсы походили. Она наконец-то поняла, для чего ей нужен турецкий язык. И она теперь не боится спокойно со всеми разговаривать. У нее и подружка есть. Мы каждое утро мимо проезжаем. Она стоит сервис ждет. И она еще кричит. Да, она по-турецки тоже начал поговорить. Ой, учительница ей высказала все, что она хотела ей сказать за все это время. Да. На ее учитель мне не очень такой понравится. Но она строгая. Она такой. Мне очень понравится. Постоянно есть маленькие проблемы. Она показывает огромный такой проблем. Один раз я заходил туда. После работы, друзья, такой. Волосы туда, сюда. Красное лицо, такой, борода. Я сказал, что проблема, уважаемая. Она так испугалась. Говорит, что с тобой, уважаемую. Сидите, пожалуйста. Пожалуйста, сидите. Что проблема у вас? Говорите, говорите. А мы утром каждое проезжаем и смотрим. Она ездит на ярко-желтой машине. Я говорю, смотри, твоя учительница уже здесь. Побыстрее надо бегать на урок. Да, один раз я так в Россию заходил. После работы, которая Андрея школа. Так что-то проблема была. Я не знаю. Начальница говорит. Тебя позовут. Я заходил туда. Говорит, что проблема? Говорит, говорите мне. Вот так она тоже так-то испугалась. Я не такой тяжелый человек, друзья. Я не такой балуюсь. Понимаете? Если такой кец, где-то это проблема. Маленький. Быстро решение проблемы. Не такой большой проблем. Но наши, которые сидят в Турции, маленькие проблемы показывают. Учителя огромные проблемы. Но я таком. Реально. В чем проблема? Урок не делят. Я делаю без проблем. Еще проблем? Еще? Нету. На свидание. Стою, поеду. Мне времени нету. Мне надо бегать туда-сюда. А что, один час сижу с тобой. Урок как делят? Это я обсуждаю. Говорит, разговор. Но, конечно, держим дети. Конечно, так делим. И все. Короче, последний момент. Вообще не хочется урок делать. Потому что видел своего брата. Какая была. А, еще знаешь, что он просит? Он хочет, чтобы ты ему проездной сделал на автобус. А то у него проездного-то нет. У Ани есть. У Андрея есть. А ему-то мы еще не сделали. Его зачем? Ну, говорит, у всех есть, а у меня нету карточки. Здесь у детей проезд дешевле стоит. Если вот надо справку взять в школе, поехать и оформить. Там с фотографией ребенка. А его зачем? Куда он едет? Он говорит, у всех есть, а у меня нету. И что могу? Он говорит, хочу. Я тоже хочу. А ты не школьник. Я тоже хочу. Тебе справку никто не даст. Говорит, хочу. Хочу. Я ему говорю, иди в канцелярию возьми справку. Он говорит, мама, сходи ты возьми. Я говорю, иди сам возьми справку, что тебе нужно. Ты знаешь, такой хитрый человек, а? Он мне говорит, я хочу, хочу. Я говорю, зачем тебе? Он говорит, когда ты пенсии будешь, ты меня будешь спросить, ты меня делаешь. Я тогда тебя не делю. Такая, а? О! Представляешь? Ну, все нормально. Буду делать. Зачем? Это пока тебе не нужно. У тебя машинист. У меня машинист. Куда? Он говорит, хочу. У всех есть, а у меня нету. Что они надо? Это один год. Ну, они просто, видишь, они друг за другом хотят. Они, главное, ответственности как можно меньше, а чтобы все как можно больше. Они смотрят друг у друга. А, у него есть. Мы всегда все по три. Даже мы три мороженых одинаковых покупаем. Я тебе тоже купила, если не мороженое, но его съели. Ели, молодец. Наверное, мои тоже съели. Три 1 аппетит, товарищ. Я не ела. Короче, если не успела, я если не успела, я буду это съесть. Родители, друзья, всегда вот так, родители ничего не успеют. Ничего не успеют. Но мороженое, короче, я не люблю вот такому. Я не люблю. Попить. Я тебе в рожке купила. Волосные, такой шоколадные. Ага. Просто он спрашивает, хочешь, не хочешь, ну как хочешь. Все. Да. Я не ем, не говорит. Да, да, да. Все понятно. Дорогие зрители, с женой, короче, романтичный вечер. После ужина, короче, посидели, чайку попили, с вами поговорили. Да, друзья, мы продолжаем видео снимать. Не надо обидеться у нас, которые мы, это YouTube в данный момент, много чего не зарабатываем, друзья. Все равно мы видео снимаем. Лавас показываем путешествие, там что-то. Ваше настроение повышает, ваше, которое поддерживается. В общем, турецкий сериал продолжается. Да, наши, которые, проблемы, да, бывают иногда. Да, тоже спрашиваем, потому что в моем канале очень много горячей рукой женщины есть. С горячей рукой, что мама, которая мама, горячую руку, да, они мне дают идею всегда. Люсов не так, вот так надо, надо слушать, да. У меня так очень много поддержки есть, я знаю очень много, потому что люди узнают у меня так маленький рост, я осталась без мамы, без папы. Я не знаю это слово, что такое, честно говоря. Я скучаю поговорить так это слово, но не получается. Но люди узнают это, помогают мне. Спасибо большое, каждый раз я говорю, спасибо большое за поддержку. Но Иисус благодарит вас всегда, всегда. Не забывайте, когда комментарии писаешь, да, у нас, не надо обидеться мне. Однажды ты упадешь в Турцию, попадешь сюда, однажды меня будут спросить, помочь. Вот не испортите со мной, которые отношения. У вас всех говорю, в Турции есть один брат, я. Без ожидания я готов помогать всех народам, и помогаю даже. Скоро будет у нас там солнце каждый день. Скоро будет у нас там купаться. Скоро будет у нас там всё, Анталия великолепнее будет. Жара будет, жарко будет. Я понимаю очень много человек, которые не сможет приехать. Всё понятно, экономичный цель, всё понимаю. Поэтому смотрите наше видео, настроение, поднимайтесь. Однажды будете переехать в Турцию, однажды будете. Когда мы переехали, я так говорил один из знакомых меня, друг. Я сказал, давай, ты тоже приезжай в Турцию, может быть, с тобой бизнес будем открыть, что-нибудь делим, я тебя не бросаю. Он говорит там, я не могу сюда идти. Он сейчас так хочет приехать сюда. Посмотрим, что будет Боряна, мой друг, на его маму умер. Он один остался, в принципе, никого нет его. Может, он переедет, может, не переедет, не знаю. Но я готов всех поддерживать, друзья. Ваши брат из Турции всем дают привет. Увидимся всем. Пока, дорогие зрители. Канал Turkish People. Люблю вас. Всем пока. До встречи в новых видео. Ну и, конечно же, я покажу нашу оранжерею. Да. Вот на этой штуке стоял телефон и снимал нас. Вы не думайте, что мы только детей эксплуатируем, а то пишут. Дети что делят? Дети покушают, спят. Что еще? Вот. Все на месте. Все растет. Говорите! Говорите! Все растет. Все хорошо. Да. Это кун квад. Он съедобный. Смотри, у меня базарштука. Покажу. Да лук сивок я уже видела. Да. Видишь? Эти, которые... Я хочу каждого кун квадрата радужком вот так посидеть. Зеленый лук. Видишь, у тебя? Да. Это мой лук. Скоро будет зеленого лука у тебя. Скоро летит. Салат будешь. Скоро, которые... Будешь опять ругаться меня. Иди огурцы, помидорки пьем. Базара. Летит и здесь дешевле, да? Однозначно. Ну, пока вот жары нет, лук вырастет. В жару его будет расти плохо. Да. Сегодня хотелось его зимно познакомить. Вот нашел время. Вот нашел время. Глазам только что попал. Сейчас посижу жена куркулаты, который вокруг будет все зеленое. Вот там вот везде. Да. Еще. У нас есть куда посадить. Ну все. Всем пока-пока. Пока. Пока. Пока.